Я верю, что в 2020 году Бог нас тренирует. Нужно, чтобы церковь изменилась, стала живее, актуальнее, проницательнее, увереннее, стала больше молиться, стала способна слышать, была наполнена Словом Божьим. Бог нас всех тренирует, будем упражняться благочестием. Словом Божьим Итак, речь о Иисусе завершается описанием события, предшествующего к концу. Благая весть о Царстве будет проповедана по всему миру. И пусть вас не смущают и не сбивают многие другие признаки конца света, описанные Иисусом. Хотя некоторые из них и правда пугающие, потому что главное событие – провозглашение благой вести Царства всему миру. У нас есть инструменты, технологии, возможности для того, чтобы сделать выполнение этого задания достижимым в этом поколении. Но Иисус сказал кое-что еще, на что я хочу обратить ваше внимание. Это слова нашего Господа. «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». В греческом есть слова для обозначения любви, «эрос» для телесной, «филио» для дружеской любви, но слово, использованное в этом отрывке, переводится как «божья любовь». Так что он говорит о любви в сердцах народа Божьего, о том, что радикальное, значительное увеличение беззакония станет причиной того, что божьи люди перестанут проявлять любовь. И не нужно быть особенно проницательным, чтобы увидеть, что это происходит прямо сейчас. Я начну с церкви. Просто мои наблюдения — признаков того, что мы отвернулись от Божьего закона. Нередко на церковных собраниях можно услышать, как люди говорят что-то вроде «Да я не верю, что Бог отправит кого-нибудь в ад». Что ж, я уважаю ваше мнение, но, похоже, вы не осведомлены, потому что Писание говорит как раз противоположное. Или я слышу, как люди говорят «Ветхий Завет слишком жестокий». Я придерживаюсь Нового Завета. Я ценю, что вы предпочитаете думать о хорошем, но Новый Завет также содержит Книгу Откровения, где значительная часть населения Земли уничтожена Судом Божьим в Новом Завете. Я не хочу сгущать краски, но я и не хочу, чтобы мы были наивными и отрицали истину. Или мы слышим, как люди говорят «Мы знаем, что Бог — это любовь, и это так». Но он также и справедлив. В наши дни сомневаться в авторитете Писания становится обычным делом. Ставится под сомнение его аутентичность, его достоверность. Писание может использоваться как источник исторической информации, но мы часто отвергаем его как основу нашей веры и жизни. Пожалуйста, даже не думайте о себе как у последователя Христа, если вы не полагаетесь на его слово в своей вере и жизни. Мы отвернулись от основ. Также во многих церквях популярно отрицать исключительность и божественность Христа. Люди говорят о многих путях к Богу. Люди говорят о других способах выражать веру, о других религиозных лидерах, о Будде. Иисус сказал, «Я есть им путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус из Назарета – либо воплощенный Сын Божий, либо обманщик, либо одно, либо другое. Нам нужно обратить сердца к правлению Бога. Другие говорят наоборот, «Можем мы быть помягче, поменьше непримиримости, побольше толерантности». Другие говорят, что слова Иисуса – это для тех, у кого много свободного времени, им нечего делать. Их точно не стоит воспринимать серьезно. Я наблюдаю, как рушится уважение к Божьим границам, к Божьим основам, к Божьему закону внутри церкви и уважение к закону в обществе. Это происходит прямо у нас на глазах. Мы спали. Мы не обращали достаточно внимания. Для нас это было неважно. Мы пожимали плечами и говорили, «Ну, неважно, то, что мы наблюдаем в нашей нации, пугающе». И это касается не только 20-го года, ковида и других испытаний, с которыми мы столкнулись. Уже какое-то время мы наблюдали в общественной среде обсуждение в поддержку открытых границ. Идея в эмиграции без ограничений. Если мы так сделаем, мы перестанем существовать как суверенная нация. Это невозможно. Мы наблюдали намеренный подрыв доверия органам правопорядка и военным. И это не что-то, что должно случиться в какой-то момент в истории. Это происходит сейчас. Если мы не будем следить за своим сердцем, мы можем подумать, что нас это не касается. Наоборот, дружище, если мы не поднимем голос сейчас, когда у нас есть свобода и мы вместе, то когда беда придет к вашему дому, к вашему бизнесу, уже не будет никого, кто бы заступился за вас. Так что нам делать? Молитесь. Говорите об этом со своими друзьями. Помогите пробудить тех, кто уснул. Не уступайте. Все это стало возможным из-за равнодушия населения и самого центра общества, то есть церкви, полной несведущих людей. Мы оттолкнули Божье Слово. Мы не приняли действия Святого Духа. Мы поглощены своим эгоизмом, комфортом и удобством. Бог призвал нас быть стражами на стенах, но мы не справились. Мы — соль и свет. Именно у церкви есть потенциал вернуть все на свои места, не у какого-нибудь политика и партии. Сейчас потрясающее время. Основа учения. Позвольте начать с очевидного. Иисус из Назарета — Господь. Филиппийцам 2,9. Посему и Бог превознес Его, то есть Иисуса, Создатель неба и земли. Тот, кто словом своим сотворил все, «Превознес и Иисуса и дал Ему имя выше всякого имени». Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено. Небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Не допускайте смущения в свое сердце или свои мысли. Не позволяйте себе никаких уступок. Мы выбрали Иисуса из Назарета быть нашим Господом, потому что Ему нет равных. Ему дано имя выше всякого имени на небесах, земле и в преисподней. Во времени и в вечности Он превознесен выше всех. Для нас честь называть Его Господом, носить на себе Его имя. Это самая большая привилегия в нашей жизни. Это большая честь, чем принадлежность к любой другой группе, чем все ваши звания и все ваши накопленные ресурсы. Что бы вы ни использовали для описания себя, это вторично по отношению к чести и привилегии носить имя Христа. Я не говорю, что мы должны оскорблять, осуждать или критиковать, но я также не думаю, что наше поражение, терпимость ко лжи и обману, оккультизм и неправедность приносят славу Богу или дают нам лучшие возможности. Я заметил, что наша готовность быть терпимыми и уступчивыми не находит встречной терпимости. Я хочу снова увидеть имя Иисуса в наших школах, в университетах, в залах суда, в больничных палатах. Это наше наследие как народа. Это было частью нашей нации с момента ее основания. И как смеет кто-либо говорить, что наше наследие незаконно и должно почитаться. Это задание для церкви. Иисус есть Господь. Второй пункт основного учения, который вы должны знать, вы приглашены в царство. И да, это так. Независимо от ваших жизненных обстоятельств, богатства или бедности, «Путь открыт для всех». Послание к Кремлянам, 10 глава, 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Спасешься от чего? Спасешься от вечности, вдали от Бога и Его милости. Спасешься от вечности осуждения за то, что отверг Иисуса, Христа из Назарета, как своего Господа. Так что не упускайте своих возможностей из-за лицемерия или слабости людей, которые спрятались под зонтиком христианской веры. Царство Божие будет состоять из людей всех наций, всех рас, всех языков, всех племен. Для всех есть место у ног Христа. Дело не в вашем IQ. Дело не в вашем банковском счете, не в талантах, которые у вас есть, или которых, может, и нету. Но в отношении других людей, к вам, плохом или хорошим, вам нужно сделать выбор прежде всего. Примите ли вы Иисуса, как Господа своей жизни? Иисус Господь, вы приглашены в Царство. В-третьих, это приглашение к новому образу жизни. Вам предлагается не какой-то религиозный опыт или присоединиться к какой-то церкви, а начать новую жизнь. Римлянам 14.7. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господне». И видите, цель нашего путешествия со Христом не чтение, молитв или крещение в бассейне, а жить новой жизнью. И от нас нужно больше, чем просто посещать службы по воскресеньям. Нужно посвящение в каждом аспекте вашей жизни. Как вы ведете бизнес, как вы строите отношения, как вы ведете себя с семьей, как вы взаимодействуете с внешним миром. Наша вера устойчива. На протяжении тысячелетий через все изменения в культуре, идеологии, политической и экономической системе наша вера устояла, потому что она проникала во все эти аспекты. Нет ничего прогрессивного отрицания Слова Божьего. Мы были призваны к новой жизни, отложить прежний образ жизни ветхого человека. Если есть прежний образ жизни, то логично, что есть новый образ жизни. И благая весть нашей веры состоит в том, что несмотря на то, какие события были в вашей жизни, какие у вас были ограничения, какое бы зло вас ни коснулось, как бы вы ни были сломлены через силу креста и пролитой крови Христа, вы можете быть восстановлены, освобождены, обновлены. У вас может быть новое будущее. Ваше прошлое, ваши неудачи, грехи других не имеют власти ограничивать ваше будущее. Креста достаточно. У нас есть послание для мира. И это благая весть, а не послание осуждения, ненависти или разоблачения. Это послание свободы. Есть еще один последний момент в основном учении, который должен быть в вашем арсенале. Вам нужно научиться анализировать свои поступки. Римлянам 14.10. Все мы предстанем на суд Христов. «Ибо написано «Живу я», — говорит Господь. «Предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Каждый из нас. Для последователей Христа суд заключается не в предназначении, не в аде и небесах. Если вы провозгласили Иисуса Господом в своей жизни, то судится только то, что вы сделали со своей жизнью на этой земле. Чего вы достигли, управляя Божьими ресурсами, талантами, которые Он вам дал, и возможностями, что Он вам предоставил. Очень важно, чтобы вы хотели жить ради награды, что Бог вам приготовил. Вы можете подумать, что Бог на вас не смотрит. Вы можете погрязнуть в беззаконии, злодеяниях, аморальности. И кажется, что все сходит с рук. Никто ничего не замечает. В конце концов, это ваша личная жизнь, и вы можете делать с ней все, что захотите. И отчасти это правда. У вас есть право выбора. Но Писание ясно говорит, что есть такой жизненный путь, который Бог вознаграждает. И Дух Святой призывает нас жить так, чтобы когда мы покинем землю и вступим в вечность, Творец неба и земли сказал бы нам «Хорошо». В оставшиеся минуты я бы хотел поговорить о том, что Бог делает вокруг нас, о возможностях, что приходит с соблюдением этих основ. Бог собирает армию добровольцев. Он ждет и вас. Он пришлет вам приглашение, но вам нужно принять решение участвовать. Писание говорит о Боге, как о Господе воинств. Я был на нескольких довольно либеральных собраниях, и мало что злило людей так, как обращение «Господь воинство». Они предпочитают думать, что Бог пацифист, но он не таков. В Писании есть фраза «Господь духов». Самый близкий перевод будет «Господь воинств». Псалом 45, 8 стих. «Господь сил с нами, Бог Иаковы, заступник наш». И во втором послании Тимофею 2 главе Павел дает указания молодому человеку, которого он наставляет вере. Послушайте его указания. Они также подходят для нас с вами. «Тимофей, прими свою долю страданий с нами, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой солдат не связывает себя житейскими делами. Для него главное угодить своему командиру. И никакой атлет не получит награды, если будет нарушать правила соревнований. Земледелец, который трудится в поле, должен первым получить долю собранного урожая. Подумай о том, что я говорю, и Господь поможет тебе понять все это. Прими свою долю трудностей с нами, как добрый воин Иисуса Христа». Первое послание Тимофею 4 глава 7 стих. «Укрепляй себя каждодневно в благочестии». Телесные упражнения лишь некоторые приносят пользу. Польза же благочестия безгранична, ибо в нем обещание жизни и в настоящем, и в будущем, укрепляй себя в благочестии. Вы осознаете, что мы проходим тренировку в 2020 году? Мы не просто пережидаем, чтобы снова жить, как в феврале. Бог тренирует нас, чтобы мы стали другими людьми, не такими, как в начале этого года. Я все время встречаю христиан, и они говорят мне, «Пастор, я пытаюсь». Что ж, я ценю ваши попытки, но этого недостаточно. Если важен результат, я пытаюсь недостаточно. И такой подход довольно распространен в церквях. Я пытался. Что ж, будь благословен. Я хочу предложить библейский подход. Упражняйся в благочестии. Следи за своим поведением. Упражняйся в дисциплине, постоянстве, целеустремленности. Они помогут тебе достичь в будущем того, что невозможно сейчас. Я верю, что в 2020 году Бог нас тренирует. Нужно, чтобы церковь изменилась. Стала живее, актуальнее, проницательнее, увереннее. Стала больше молиться, способна слышать. Была наполнена Словом Божьим. Бог нас всех тренирует. Будем упражняться в благочестии. В этой тренировке есть и второй элемент. Нам нужно преображение ума. Я уверен, что основы учения предполагают осознанное изменение самого образа нашего мышления. В армии вам приходится пройти изменение своего мышления с гражданского на военное. Павел говорит, что никакой солдат не связывает себя житейскими делами для того, чтобы угодить своему командиру. Должно произойти изменение мышления. В Писании есть много подобных примеров. Время не позволяет мне прочитать их вам всем. Покажу вам один пример. В Деяниях 10 главе Бог меняет мышление Петра. Прежде чем мы посмотрим на этот процесс, позвольте мне напомнить, что к этому моменту Деяния 10 глава, Петр — глава церкви в Иерусалиме. Он проповедовал в День Пятидесятницы, когда крестилось 3000 человек. Петр три года лично участвовал в служении Иисуса на земле. Петр ходил по воде. Петр держал корзину с едой, оставшейся после приумножения пищи. Петр был при воскрешении Лазаря. Петр видел воскрешение в своем служении. Когда он ходил по улицам Иерусалима, люди укладывали на них больных, потому что когда тень Петра падала на них, некоторые исцелялись. Петр не был новичок вере. Наоборот, его резюме было очень впечатляющим. Но в 10 главе Деяний Петру нужно изменить свое мышление, иначе он будет ограничен в том, что Бог желает сделать в его жизни. Он ждал обеденной трапезы. Деяния 10. Он увидел, что раскрылись небеса, и нечто похожее на большую скатерть, которую держит за четыре конца, опускается на землю. На ней были всякого рода четвероногие животные, земные, присмыкающиеся, и птицы небесные. И он услышал обращенный к нему голос, «Встань, Петр, заколи и ешь! Ни за что, Господи!» Он хороший, соблюдающий закон иудей. По гошарным правилам он не мог есть то, что было в том меню. В противном случае он испортит свою репутацию и свой статус. «Представьте себе что-то, что сделает вас духовно нечистым». А вот так чувствовал себя Петр тогда. Но Бог ясно сказал, «Ешь!» Но Петр ни за что не соглашался. «Никогда не ел я ничего нечистого». И снова донесся до него голос, во второй раз, что Бог очистил того, «Ты больше не считай нечистым!» «Не называй это нечистым!» Эта сцена повторялась три раза. Одного раза было недостаточно. И вот Петр оказался в доме Корнилия, римского центуриона. И события из второй главы книги «Деяния», что произошли в Иерусалиме, повторились в Кесарии, в доме римского центуриона. И Петр сказал, «Истинно я вижу сейчас, что Бог нелицеприятен, и то, что Он сделал для верующих из евреев в Иерусалиме, Он сделает для верующих из язычников по всему миру». Мир изменился в десятой главе «Деяния». История Нового Завета изменилась в десятой же главе. Это было так же значительно, как разделение Красного моря. До десятой главы «Деяния» благая весть была только для иудеев. После десятой главы она стала открыта для всего мира. И Богу был нужен Петр, камень, на котором была основана ранняя церковь. Нужно было, чтобы Петр изменил свое мышление. И у меня к вам вопрос. Некоторые из вас были христианами уже долгое время, десятилетия. Некоторые из вас слышали столько проповедей, что «Если я запнусь, то вы сможете продолжить предложение». Можете ли вы представить, что Бог может изменить ваше мышление? Хотите ли вы учиться? Можем ли мы смирить себя? Я. Цель в том, чтобы вернуться туда, где мы уже были. Не пережить снова какие-то моменты из прошлого. Нам нужно сказать Господу, что ты хочешь, чтобы мы сделали. Нам нужно изменение мышления. Нам назначили новое задание. Сам мир изменился в этом году. И третий элемент основ учения — научиться вести жизнь, подчиняясь власти. До призыва в армию ты сам себе господин. Может быть, где-то есть какие-то гражданские законы, но они обычно далеко. Обо всем этом можно договориться. Но когда тебя призывают в армию, ты встречаешься со властью. Твоя жизнь оказывается подчинена сильной, серьезной и хорошо организованной власти. И когда вы признаете Иисуса Господом своей жизнью, ваша жизнь больше не принадлежит вам. Это больше не ваши дни, не ваш календарь, не ваша чековая книжка или банковский счет. Мы ведем свою жизнь под властью царя. И если вы не делаете так, то в чем доказательство того, что вы последователь Христа? Мы ведем свою жизнь под властью. Это то, чему мы научились, до чего выросли. Это нужно развивать и культивировать. В 1 Коринфянам 6 главе 18 стихе сказано, «Бегите от блуда. Всякий иной грех, совершаемый человеком, вне тела его. Развратник грешит против собственного тела. Или вы не знаете, что тело ваше есть храм живущего в вас, Святого Духа, которого вы получили от Бога, и вы потому не принадлежите себе? Вы куплены, да какую ценную! Пусть же тело ваше приносит честь Богу. Бог наблюдает. Мы под Его властью». В Евангелии от Луки 7 главе мы читаем об одном из самых драматичных моментов в личном служении Иисуса. Он в Капернауме. Римский сотник отправляет послание к Иисусу и просит Его прийти и исцелить Его слугу. И вот Иисус отправляется в путь. Его отвлекают, и тогда сотник сам говорит, «Я не достоин того, чтобы ты вошел в мой дом, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Я сам человек, имеющий власть. Я приказываю моим слугам, и они слушают меня. Я узнаю в тебе власть. У тебя есть власть над болезнями, бесами, ветром и волнами. Если ты только скажешь слово, мой слуга выздоровеет». И дальше мы читаем одно из самых поразительных мест Писания. Написано, что Иисус был восхищен верой этого человека. Хотели бы вы иметь такую веру, которая восхищала бы Иисусом? И человек этот не проводил время в синагоге, он не пребывал в учении, насколько нам известно. Он просто узнал власть в Иисусе и смирился, подчиняясь этой власти. Мы слишком долго бунтовали. Мы люди под властью. Люди часто говорят мне, «Я не знаю, что там говорит Библия, но вот что я думаю». Обычно я стараюсь уважительно выслушивать человека, но знаете, в чем заключается истина? Нам нужно привести свои мысли в соответствие с тем, что говорит Библия. Возможно, мы не будем сразу все понимать, нам может понадобиться время, много времени для того, чтобы привести мысли в порядок, но нам нужно соотнести себя с тем, что говорит Бог. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Христианство больше всех повлияло на формирование ценностей и путей нашей страны. Я верю, что благодаря нашей вере мы получили невероятное благословение Божие. Наша страна несовершенна. Но если мы отложим ценности, которые стали началом наших свобод, то свобод не останется. Наша страна оказалась на перепуте. Вскоре нам придется выбрать направление, и вопрос не выбора. Я верю, что впереди нас ожидает событие, такое же важное, как Геттисберг. Нам нужен Божий взгляд. Вызов, с которым мы столкнулись, не связан с грехом нечестивым. Он связан с безразличием верных. А нужно изменить наши сердца. Я поделился некоторыми уроками с нашей церковью и хочу поделиться этим с вами. Мы выдали книгу «Боже, благослови Америку снова». Нет никаких сомнений в том, что Бог благословил эту страну. Он создал нас и поддерживает нас. Но наше место в будущем больше связано с сердцами народа Божьего, чем с политиками. Нам нужна пророческая перспектива от Бога прямо сейчас. Пожертвовав сегодня, вы получите диск с проповедями пастора Алана, который говорится о том, что нужно для исцеления нашей страны. А тот, кто пожертвует 25 долларов или больше, получит его новую книгу. «Боже, благослови Америку снова». Жертвуйте сегодня по номеру, который видите на экране или на нашем сайте. Церковь, мы продолжаем двигаться вперед, мы проводим служение. Наша церковь жива. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с марта. Сегодня мы впервые здесь, и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе. Это здорово. Когда я услышала о ковид, то не испугалась, у меня есть Бог, и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь. Приходите в церковь снова. Приглашайте своих друзей и родных. Это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова